Девять выводов из книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Располагать к себе людей. Теперь это проще, чем кажется. Особенно, когда у тебя под рукой разбор замечательной книги Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Она вышла в свет в 1936 году, но до сих пор остается одной из самых читаемых книг по всему миру. Особенно полезной книга будет владельцем бизнеса и тем, чья работа связана с общением и продажами. А чтобы тебе не пришлось тратить кучу времени на чтение, я уже выписал из нее девять главных выводов без воды. В них ты узнаешь простые способы расположить к себе людей. Улыбка – ключ к хорошему первому впечатлению. Тебе никто не поверит, если подойдешь к кому-то с каменным лицом со словами «О, я так рад встрече!». Самый простой способ показать человеку свою радость – искренне улыбнуться. Это поможет произвести правильное первое впечатление и добиться расположения. А еще психологами доказано, что улыбка приносит положительные эмоции не только собеседнику, но и тебе самому. Так что улыбаться не только приятно, но еще и полезно. Не критикуй. Дейл Карнеги пишет, что начать критиковать легко, а вот понять и простить собеседнику его ошибку может лишь человек с сильным характером. Если хочешь быть желанным собеседником, избегай критики, даже если она оправданна. Люди часто думают не разумом, а эмоциями, поэтому, скорее всего, увидят в критике нападение. А это значит, что либо человек начнет защищаться, либо затаит обиду. Так зачем тебе это? Интересуйся, чтобы интересовались тобой. Чтобы добиться расположения, важно быть не только интересным собеседником, но и хорошим слушателем. Уделяй собеседнику достаточно внимания и покажи, что тебе действительно интересно то, о чем он говорит. А если будешь его перебивать или говорить почти все время только о себе, он просто посчитает тебя эгоистом. Ищи общие темы. Еще один отличный способ расположить собеседника к себе – нащупать общие интересы. Это всегда работает, потому что каждый из нас может говорить о том, что нравится часами. Но что делать, если пока не знаешь ни одной общей темы? Следующий вывод решит эту проблему. Тема, которая интересна каждому. Да, она и правда существует. Тема, которую человек может обсуждать бесконечно – это он сам. И это не шутка, ведь каждому приятно чувствовать себя ценным и интересным. Если хочешь начать диалог с человеком грамотно, поинтересуйся, где он купил такие классные туфли или похвали его новую стрижку. Сделав это, внимание собеседника будет тебе обеспечено. Метод положительных ответов Сократа. В книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейл Карнеги рассказал про психологическую хитрость под названием «Метод Сократа». Чтобы она сработала, нужно собрать от собеседника хотя бы три положительных ответа. Веди его к сути вопросами «Вы согласны? Правильно? Не так ли?» Чтобы он мог ответить только «Да». А через некоторое время он станет лояльнее относиться к новым предложениям. Так работает психология. При ответе «Нет» человек закрывается всем телом, не давая шанса новым мыслям и возможностям. А серия положительных ответов разобьет эту скорлупу. Такой метод особенно полезен в продажах, обязательно попробуй его применить. Оставь споры для других. Когда начинаешь открыто спорить с собеседником, считай, что уже проиграл. Нет, не потому что ты ошибся, а потому что вообще все это затеял. Даже если окажешься прав, взаимоотношения с собеседником от этого лучше не станут, скорее наоборот. Дейл Корнеги сказал хорошую фразу «Побежденный в споре человек в правоте своей убежден навек». Поэтому, чтобы сохранить хорошее отношение с человеком, лучше избегай любых споров. Выделяй время на самоанализ. Практический совет от автора книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Корнеги. Он постоянно улучшал свои навыки общения, анализируя прошлые беседы с помощью третьих простых вопросов. Какие ошибки были допущены за это время? Что я сделал правильно, а что можно было сделать лучше и каким образом? Какие уроки я могу из этого извлечь? Если заведешь тетрадь и начнешь письменно отвечать на эти вопросы, научишься правильно оказывать влияние на других гораздо быстрее. Называй по имени Помнишь, как приятно, когда сотрудники банка или доставки еды называют тебя по имени? На самом деле это крутой психологический ход, который помогает расположить клиентов к себе. Если ты назовешь малознакомого человека по имени, ему это будет приятно. А если вспомнишь какой-нибудь факт из его жизни и спросишь о нем, то вообще держись. У человека сложится впечатление, что его ценят. Все это кажется мелочью, но для многих такое внимание очень важно. Космодemat White В Doris